Вот допустим, гуляешь ты по Карлмаркстрассе, и вдруг подходит тебе гопнок и говорит Эй, мистер, вы что-нибудь слышали о КРТС? Ты, естественно, нет, сэр, простите, сэр, а он... Ах, вы не знаете, мистер, ну тогда как насчет ваших часиков? Видите, так нельзя, надо знать Да можно Короче, Склифосовский, эти буковки имеют отношение к электровозам ВЛ-80, и мы вам сейчас про них расскажем Помните, ранее мы объясняли, как отличить ЧС-4Т от ЧС-2Т? Теперь граждане вольного города ликуют и торжествуют, ибо знают И вот пришло время поговорить об электровозах ВЛ-80, о славных вылах Коих Хнефс наделал просто немерено Сцепив все эти машины вместе, мы получим вереницу длиной 165 километров Ау! На самом деле, загадочные КРТС это индексы или модификации серийных электровозов ВЛ-80К, ВЛ-80Т, ВЛ-80Р и ВЛ-80С И вот смотрите, сначала Нефс выпускал ВЛ-60 Односекционные аппараты с компрессорами за кабиной Но склонность гигантомании во всем вела к такому вот поведению Задолбали! Хотят больше и больше и больше! Нужно больше мощности, а как ее увеличить? Го, сцепим два электровоза вместе Однако простая сплотка из двух ВЛ-60 это не тру Хотя бы потому, что менять кабину будет весьма неудобно Надо выходить на улицу, шариться там в потемках по снегу Да еще мало ли, какой-нибудь соблезубый тигр выскочит из леса и задерет Страшно! Нужен сквозной проход между секциями, а заодно можно упразднить промежуточные кабины Правда, для нормальной работы двух секций придется замудриться с электрической схемой Добавив туда целую кучу промежуточных реле и других фич Фермеры из ВЛ-ни заодно решили упростить тележки, преобразовав их из трех в двухосные Отметим, что к трехосным тележкам завод после ВЛ-60 больше не возвращался Используя двухосный даже на ЭП-1М и ЭП-20, ибо сложно И вот сначала получилось вот это Н-80-001 аппарат от сентября 1961 года, который очень сильно отличается от привычных нам Войл Достаточно отметить, что напряжение на нем регулировалось на первичной обмотке трансформатора По типу, как на последующих ЧС-4 В конце того же года НЭПС строит еще два таких же электровоза Н-80-002 и 003 Причем 002 машина была выставочной Чтобы запутать перфекционистов So what в 1963 году переименовывает Локи в ВЛ-80В под теми же номерами В означает высоковольтное регулирование При этом саму букву В на номерную табличку крепить не стали Увы, регулирование на первичной обмотке оказалось не по зубам советской промышленности В отличие от Чехословакии И последующие восьмиосные переменники строились с регулированием напряжения Уже на низковольтной стороне трансформатора В 1962 году завод выпустил еще две машины Назвав их уже Н-81001 и Н-81002 Видимо, чтобы поглумиться над нами еще раз Фермеры меняют серию на ВЛ-80, а заодно и номер Получилось ВЛ-80-004 и ВЛ-80-005 Гениально! Только в 1963 году вылы обрели относительно привычные нам формы С ВЛ-80-006 Однако обратите внимание на жалюзи забора воздуха Вот, всего две секции по каждой стороне кузова Чтобы джентльмен понимал, эти и ранее упомянутые аппараты Имели в качестве выпрямителей переменного тока ртутные игнетроны Да, те самые суровые приблуды, о которых мы подробно говорили в ролике Об электровозе, опасном для здоровья Но, как нам объяснили некоторые пользователи Ртуть-то самая добрая, это только ее поры злые Все же проверять это мы, конечно, не станем Джентльмен, наверное, уже хочет спросить Эй, мэн, когда уже наконец ВЛ-80К будут? Спокойно Мы вплотную приблизились к появлению пациента ВЛ-80-0015 Образца 1963 года Вот что важно Да, именно он впервые получил кремниевые выпрямители Вместо агро-игнетронов Спасибо, доктор Он-то и стал называться ВЛ-80К Вот, мы открыли первую букву из КРТС Отметим еще, что с 0.16 по 0.25 на новые электровозы Продолжались ставить игнетроны И только с 0.26 машины кремниевые вентили Появились в базовой комплектации Внешних отличий ВЛ-80К от последующих ВЛ-80 довольно много Самое простое – жалюзи забора воздуха О чем мы уже упомянули Но при этом существует три разных конфигурации этого устройства на электровозах Вот смотрите Это первоначальный способ По два элемента с каждой стороны секции Номера с 0.06 по 0.25 С 0.26 по 0.83 номер Жалюзи с левой стороны секции были убраны А с правой удлинились С 84 по 379 форкамеры немного переработали С 380 номера наоборот Система вентиляции была коренным образом переработана И количество жалюзи выросло до пяти штук на стороне Разумеется, окна тоже стали располагаться иначе Это вкратце Друзья мои, сейчас мы перейдем к другим выльникам Но еще несколько слов о кашках нужно сказать Тайны, сопровождающие этот индекс уже многие десятки лет Как вам, например, так называемая модернизация Которой были подвергнуты и гнетронные вылы с 0.04 по 0.14 И с 0.16 по 25 номера Вопрос в том, почему так изменились кузова В 1969 году НЭФС переделал первые ртутные машины в ВЛ-80К С сохранением номеров В упрямительной установке были другой конструкции Что потребовало установки кузова с иной системой вентиляции Как на электровозах конца 60-х Это по мнению специалистов И даже, как они заявляют, кузова не менялись полностью А лишь переделывались боковые стенки Окей Но вот один товарищ сфоткал заводскую табличку с 0.07 машины И что же? На табличке указана серия не ВЛ-80 А уже ВЛ-80К И год выпуска не 63-й, а 69-й А вот табличка от ВЛ-80К 0.14 Там вообще указан 68-й год постройки Хотя машина более поздняя Кроме того, на самом НЭФСе Долгие годы стояли две секции раннего ВЛ-80 0.13 И в то же время ВЛ-80К 0.13 вовсю эксплуатировался Вот и возникает предположение, что в действительности Завод строил эти машины заново Параллельно с поздними 400-ми, 600-ми ВЛ-80К Джентльмен, кстати, может подивиться на аутентичный 0.13 электровоз Правда, превращенный в сарай Отчетливо видны следы от первоначальных жалюзей Когда машина еще была огнетронной К сожалению, электровоз стоял на транспортных тележках И, по словам заводчан, внутри был абсолютно пост Мы глубоко убеждены в том, что локомотив необходимо было спасти Выполнив хотя бы внешний ремонт и поместив его в музей Ну, увы, сравнительно недавно уникальная техника была впущена на гвозди Вот так Сохранился, правда, ВЛ-80К 0.15 Тоже крайне интересный лог, но это была уже изначально кремниевая машина У которой отсутствовали фар-камеры по левой стороне секции Состояние экспоната также вызывает чувство досады Хотя бы по причине такого вот окраса А про интерьеры и упоминать не хочется Фотокабина, взятая из Тренпикса Прекрасно Куда уж до него локомотивом во французском музее в Мелузе Грустно девушке, как говорится Давайте уж перейдем к букве Т Барышня, откройте букву Т И что мы видим? ВЛ-80Т Элегантный электровоз в правильном окрасе История его появления проста Известно, что ВЛ-80К имел только пневматические тормоза Ну и плюс ручник А предположим затяжные спуски Вот ты пшикнешь, отпустишь Опять пшикнешь, опять отпустишь Вот так вот Неудобно И колодки стираются И скорость средней заметно ниже Вот бы электрическое торможение применять Используй тягу электродвигателей Нефстей построил к 67 году Два очень опытных электровоза ВЛ-80Т С номерами 158 и 159 Нафига было делать сквозную нумерацию с кашками А не начать числовой ряд с 001 Нам неведомо Тем не менее, смотрите, как располагались на этих машинах жалюзи Почти как на ВЛ-80К Но поскольку электровоз был уже оборудован реостатным тормозом То завод пристроил ему индекс Т Почему не Р, реостатные, опять-таки непонятно Логика, как мы уже говорили Сильная сторона предприятия В 1969 году Нефст строит еще пять Т-шек С номерами 618, 619, 620, 623 и 624 Фор-камеры и на них располагались аналогично ВЛ-80К И только в 1970 году с номера 702 электровоз обрели привычную нам форму Жалюзи в проходном коридоре подняли выше, освободив проходы, что упростило переход в другую кабину С электровоза 957 вместо двойных гофр боковых стенок кузова стали использовать одинарные С машины 1387 сдвижное окно в районе компрессора заменили глухим иллюминатором Типа баньк-парилка А еще с номера 1004 изменили подвешивание кузова Но это малозаметно невооруженным глазом Строил нефстэшки по 1984 год До 2101 номера Выпустив всего 1317 ВЛ-80Т Сгоните на первый и последний электровоз Уже две буквы открыты, а теперь буква R Это означает, что мы переходим к ВЛ-80Р Машине строгой и довольно-таки рекуперативной В двух словах, рекуперация – вид электрического торможения, при котором вырабатываемые двигателями электричества вертается обратно в контактную сеть Об этом еще говорил Арнольд Шварценеггер, представляя себя рекуперативным тормозом Я вернусь Вдохновившись фильмом, инженера в январе 1968 года строит опытный ВЛ-80Р-300 И вот тут-то буква R означала рекуперативное торможение Кроме этого, новинка имела тиристоры в схеме набора позиций, что позволяло плавно повышать напряжение на зажимах тяговых двигателей Напомню, что на предыдущих пациентах регулирование напряжения было ступенчатым В декабре 1969 года Rolling Stones выпускает очередной свой альбом, причем сразу и в Британии, и в США Нефс ответил на это, постройка еще двух ВЛ-80Р с номерами 621 и 622 Использовав накопленный опыт, с 1973 года завод с номера 150 начинает выпускать ВЛ-80Р малыми сериями Причем расположение фор-камер на них было изменено, по типу как на ВЛ-80Т Со стороны помогал их подняли вверх, тем самым сделав проход по коридору проще А со стороны машиниста остались три высокие секции жалюзей, почти до юбки Мы общались с челами, которые работали на разных индексах ВЛ-80 Они утверждали, что именно ВЛ-80Р был самым достойным Характерно, что только на нем контроллер-машинист имеет штурвал, а не кочергу Серия ВЛ-80Р интересна еще и тем, что как минимум три электровоза стали медийными Во-первых, локомотив 1549 экспонировался на выставке в Щербинке в 1977 году И смотрите, какой нарядный Да, умели раньше локомотив украсить для выставок, не то что сейчас, сплошной корпоратив Кроме того, в книге 79 года, электровоз управления и обслуживания, эта машина украсила обложку Она до сих пор эксплуатируется Во-вторых, номер 1718 стал десятитысячным электровозом завода Огромная надпись на борту и особый окрас, тому подтверждение Электровоз также до сих пор в работе А третий пепелац, ВЛ-80Р-1685, киноактер, снимавшийся в легендарном фильме «Магистраль» Между прочим, в сцене, где Уилл стукнули о бочечку, главного героя заменили на ВЛ-80К700 Дескать, публика дура, не поймет Увы, этот машин сгорел на работе В 2012 году и был списан Что делать? Такова сэлеви, как говорят у них Всего было построено 373 электровоза этой серии, последним из которых был номер 1869 А первый ВЛ-80 и Р-300 списали в 1973 году И он долго стоял на территории завода в качестве склада Увы, бандерлоги не сохранили уникальнейшую машину, порезав ее на металл Давайте глянем на первую и последнюю эрки Эй, уже три буквы открыты, осталась последняя «С» Опасно Дамочка, откройте нам, пожалуйста, букву «С» Окей, мистер Последний из рассматриваемых сегодня электровозов серии ВЛ-80С Где «С» обозначает «система многих единиц» Это стремление гигантомании до хорошего не доведет Что это значит? Покажите нам еще фильм про «Невс» Хотят больше, и больше, и больше Если вкратце, эти парни хотели, чтобы один машинист вел сразу два двухсекционных электровоза Ну не надо Однако, если «Невс» спадает в «Раж», то получается ВЛ-80С Взяв за основу ВЛ-80Т, завод в 1979 году запилил первые две машины новой серии с номерами 001 и 002 Да, друзья, «Невс» наконец-то решил начать новый номерной ряд на новой серии Не иначе как какой-нибудь зверь в лесу прикажет долго жить Как бы то ни было, а машина получилась весьма элегантной И от «Т» отличалась прежде всего розетками межэлектровозного соединения При этом расположение и количество розеток на ВЛ-80С неоднократно менялось Если на первых двух машинах их было по три с каждой стороны, то затем до номера 696 половину из них убрали На 550, 551, 552, а затем с 697 машины была изменена схема, что нашло отражение в розетках по четыре с каждой стороны В таком виде логи выпускались до номера 971 Затем с 972 машины одну розетку со стороны машиниста упразднили Мы тут подумали, что если следовать логике «Невса» в присвоении индексов То ВЛ-80С должен обозначаться не иначе как ВЛ-80КТС Кремниевый, с риостатом и системой многих единиц С радостью отметим, что ВЛ-80С удостоитесь чести засавиться в музеях 005-й электровоз стоит в музее города Новосибирска Вот, даже фоточка кабины есть Другая машина, 403-я, нашла приют в Челябинском музее одна секция В Оренбургском технаре другая секция Что? Почему 334? Ну так ничего нового, номер-то не оригинальный Вот табличка заводская Половинка электровоз, конечно, не смотрится Да и покраска музеяного экспоната на три с большим минусом Впрочем, если сравнить ее с секцией в одном из училищ Так Челябинская почти идеал, ямэн Зато эски до кучи работали рупорами Например, 1871 Комсомольцы Невза двадцатому съезду ВЛКСМ А электровоз 1521 раньше украшала надпись Комсомольцы Невза двадцать седьмому съезду КПСС В сущности, подобные месседжи можно лепить по самым разным поводам Например, в двадцатом году можно написать Комсомольцы Невза сорокалетию создания группы Депешмот Из всех ВЛС-ки стали самыми массовыми Всего было построено 2746 электровозов этой серии Пожалуйста, слайд первого и последнего номеров И всего различных ВЛ-80 было выпущено 5140 единиц Что позволяет отнести их к самой массовой серии завода Да, наверное, не только Мы хотим спросить джентльмена Хотел бы он сам поработать на таком локомотиве Или же лучше сразу начинать карьеру на 2С5К Напишите, очень интересно ваше мнение А сейчас смотрите Та-рам! Электровозы на макете Идея такая Самые массовые серии Самый разнокалиберный тип вагонов А больше всего модификация именно у цистерн Это в полувагон можно грузить что хочешь А бочечки специально приходится проектировать Под конкретный тип груза И не только жидкости, кстати Но и газов, например Кстати, цистерна, которую мы сейчас наблюдаем Произведена компанией Евротрейн Нашими коллегами Которые также уважают железнодорожный моделизм Они единственные в России Производят модели вагонов и локомотивов В правильном 87 масштабе Более того Евротрейн смогли объединить под одной маркой И макетную студию И сеть магазинов для моделистов И даже производство масштабных железнодорожных моделей В том числе по специальным заказам С уверенностью можно сказать Что продукция Евротрейн Это гарантия качества Да вы сами взгляните Вот бочечка от Евротрейна А вот другой производитель Почувствуйте разницу Степень реализма весьма убедительна Такой вагон хочется рассматривать Находя все больше мелких деталей Которые радуют глаз Очень аккуратно окрашены и котел И рама Причем с высокой степенью реализма Этим Евротрейн Выгодно отличается от некоторых других фирм На разных вагонах Разные номера Это тоже фича компании Колесные пары топчик Металлические С изумительно мягким ходом Вагон на них катится Что твой боксер Ну и сами тележки разумеется детализированы Нас очень радуют всякие элементы Установленные на раме вагона Так классно Вот например Штурвар ручного тормоза Воздухан Резервуар Тормозной цилиндр Есть даже расцепной рычаг автосцепки А смотрите Как удивительно правдоподобны Изготовленные хомуты Крепящие котел к раме Нанесены все необходимые надписи Кроме упомянутых уже номеров Есть тара и грузоподъемность Оператор приписки и так далее Предусмотрены две шахты на раме Для разных типов автосцепок С моделями поставляются И копейные И модельные сцепки Основной материал При производстве цистерн Сверхпрочный пластик Да Модель VL-80 Как-то даже немного уныла По сравнению с такими вагонами Впрочем Ничего удивительного Это Евротрейн Что? Джентльмен тоже хочет Прикупить себе Немного вагонов? Да мы тоже хотим Но если вы живете в Москве То вот две точки У станции Метро Трубная Самый крупный магазин Евротрейна Или у метро Маяковская Где тоже много Интересностей Есть еще магазин В Питере У станции Метротехнологический институт Пожалуйста Приезжайте И выбирайте Ну а если Кто-то дислоцируется В другом месте То существует Интернет-магазин Ссылка на официальный Сайт компании Евротрейн Будет в описании Выбирайте И заказывайте вагоны И не только их И для себя И в подарок Евротрейн Гарантирует Профессиональный подход И отличные Качества сборки Своей продукции А еще У компании Есть группа В ВК Что-то мы все Про вагоны Да про вагоны А между тем Эпоха электровозов Серии ВЛ-80 Постепенно Уходит Все чаще Джентльмен Наблюдает Эти два Из 5К Которые Тесняют выльники На второстепенные Роли Пройдут годы И наши герои Останутся только в музеях Кстати А что там По поводу ВЛ-80Р И ВЛ-80Т Если хоть По одной машине Данной серии В настоящее время В музее Или никто Так и не удосужился Позаботиться об этом Напишите Друзья Товарищи Если вы в курсе А мы Завершая этот ролик Желаем всем Крепкого здоровья И творческого Долголетия Будем рады Если вы оцените наши Каракули Лайком или дизом И всегда рады вам На наших Околожелезнодорожных Стримах Да не забудьте Подписку на канал Проверить Прям не знаю Спасибо большое за просмотр Всем удачи И До новых видео